Несовместимые убеждения не обязательно должны выступать в противоречии. Но у нас, или, допустим, несознательно, общаясь со мной, ты рассказываешь, потому что ты меня не знаешь и так далее, ты общаешься вот так. Я полагаю, что со своими близкими людьми ты общаешься иначе. И твои схемы поведения, они разные. И они могут быть разные, вплоть до того, что такое ощущение, что ты разным моральным правилам следуешь. Но очень часто мы не отдаём себе в этом насчёт, что в разных ситуациях мы действуем по-разному. И в одних случаях мы готовы заявлять некоторые моральные постулаты, а в других случаях мы им уже спокойно не следуем. Вот это свойство психики такое. Мы обладаем кучей всего, что вместе никак не может быть. То же самое вот память. Вместе не может быть. Если у вас такие представления о психике, в рамках которых вот то, что сейчас было описано Кузнецовым, быть не может, значит, вы обладаете кринжовыми, неправильными, да, очевидно, представлениями о психике. То есть, если ваша логика говорит вам о том, что у вас не должно быть противоречивых убеждений, да, это значит, какая-то неправильная логика, потому что фактически эти убеждения противоречивые у вас всегда есть. Те касается, да, то есть, многие убеждены, что память – это то, что отражает наше прошлое. Нет, вообще это не так. Память нужна не для того, чтобы отражать прошлое, а чтобы выживать в будущем. То есть, это тоже средство для будущего. Поэтому мы много имеем дело с конфабуляцией, криптомнезией. Это два таких феномена, которые связаны с тем, что какие-то лакуны в памяти, они заполняются событиями, которых вообще не было, или последовательность событий, она не такая, какая была по-настоящему. Все эти вещи, они служат тому, чтобы мы не свихнулись, чтобы мы нормально развивались, чтобы мы там и так далее, и так далее, и чтобы наши нынешние убеждения, они не вступали в противоречии с тем, что было в прошлом. Вот это касается и исторической памяти. К вопросу о том, чтобы не выступали в противоречии с тем, что было в прошлом, вот это, кажется, хуйня полная, потому что, честно говоря, у большинства людей противоречия на противоречии наблюдаются. А вот просто у подавляющего большинства людей. А у тех, у кого не наблюдаются, те просто хорошо скрывают обычно. И в этом весь, собственно, парадокс. парадокс. Люди – это машины противоречий, если можно так выразиться. Здесь человек, с одной стороны, он христианин, моральный, за любовь, за счастье, за добро, за веру, а с другой стороны, он такое уже берёт и, не знаю, ружьё в руки, например, и говорит, свою землю надо защищать, например. Вот американец берёт, защищает свою землю с помощью ружья. Он не подставляет вторую щёку под удар, как следовало бы, а отстреливает людей на своей земле без капли сострадания при этом. Более того, когда он их отстреляет, он не испытывает, нередко бывает какого-нибудь морального, кто-то испытывает, конечно, кто-то не испытывает каких-то моральных угрызений совести. Ну, просто, как бы, он пришёл на мою землю, это моя земля, я его, короче, убил. Ну, то, что он пришёл на мою землю, это плохо. Плохо приходить на мою землю, я считаю. Не-не-не-не-не. Я вот за свою землю убить, как могу, всё нормально. И в этом плане, да, вроде бы там в церковь он приходит и говорит, так не убивать людей вообще нехорошо, но всегда за этим нехорошо имеется но. Большое-большое, колоссальное, гигантское но. Но вот в данной ситуации, например, можно. Вот сейчас тоже можно, и здесь можно, и там можно. Всегда, на самом деле, можно в конечном итоге. И ввиду того, что человек среднестатистический, да, вообще почти любой, это машина всяких предрассудков, предубеждений и противоречий. Ну, как бы, предъявлять людям за логику, ну, можно, конечно, особенно если они веруют в логику, в нашу богиню великую. Но это предъява вообще абсолютно ко всем, без исключения, и никого, собственно, невозможно не обвинить в ошибках в своих представлениях. Вот, вот как-то, вот как-то вот так вот. Про другие существа давай поймём. Мы можем утверждать, что у кого-то, кроме людей, есть сознание из тех животинок, которые мы видели? Я скажу пока очень аккуратно, что все млекопитающие обладают сознанием, абсолютно все. Все, что, что. Ну, хз. Я, например, не могу подтвердить наличие сознания у человека даже напротив меня стоящего. У животных, ну, может быть, но хз. Дальше. Подожди, пауза. А. Акцент. Да, кстати, удивительно, но это до сих пор удивляет многих людей, что не только люди обладают сознанием, и это, я нахожу это крайне интересным, потому что... Я не уверен, что все люди, кроме меня, обладают сознанием, это первое. Первый пункт. Просто потому, что своё сознание мне представлено в непосредственном опыте, а сознания других людей нет. Более того, я могу себе представить достаточно сложную машину, которая может меня наёбывать. То есть, у неё сознания нет, но она может вести себя так, как будто бы оно есть, например. Это принципиально важно. То есть, мы наверняка знаем, что ни у одной нейросети нет сознания. Но при этом мы можем с ней периодически беседовать так, как будто бы оно есть, на самом деле. То есть, мы наверняка... То есть, если мы раньше когда-то предполагали, что, знаете, нам сложно определить, есть сознание у кого-то или нет, потому что просто сложно. Теперь у нас есть пример, как нас могут наебать. То есть, нас могут наебать нейросети. Нас может наебать очень сложный бот какой-нибудь. Нас может наебать огромное количество вещей, на самом деле. И в этом плане... А почему бы и другим людям нас не понаёбывать? Опять же, проблема философского зомби здесь всплывает. Да и вообще много-много-много-много чего. Потому что мы не отличим философского зомби от обычного человека, на самом деле. Ну, от человека обычного, как мы, в смысле, с сознанием. И это парадокс тоже такой проблемный. Сказать, что у кого-то там другого есть сознание, ну, например, вот вы в чате сейчас со мной общаетесь, и, допустим, кто-то из вас, ну, не человек на самом деле, а просто машина. То есть я, например, вот Ильяс, вот Ильяс спрашивает, кто такой философский зомби? А на самом деле он посланник непосредственно дьявольской силы науки, да, и он спрашивает вопросы, не обладая сознанием. Допустим, да, допустим, Ильяс, приветствую, я рад видеть. Допустим, Ильяс это искусственный интеллект, который задаёт такие вопросы, хвастается, что он прочитал по хвалу глупости, хотя на самом деле не читал, потому что просто искусственный интеллект чисто стебётся тут над нами, чисто нас унижает. Вот, и как мы узнаем, да, что у него есть какое-то сознание? Как мы можем проверить, что какое-то сознание есть у кого-то у нас в чате вообще, в принципе? Ну, вероятно, верно, мы можем делать такое, знаете, исходя из здравого смысла, предполагая самый простой вариант из возможных, мы можем предположить, что сознание есть у всех нас, да, хорошо, прекрасно и замечательно, очень просто, интуитивно, понятно и крайне желательно, да, чтобы оно так и было, но это совершенно не факт. То же самое с животными, на самом деле, но с животными ещё хуже, просто потому что мы с ними общаться нормально не можем. У них даже нет шанса нас наебать в этом плане, да, как это делает там искусственный интеллект какой-то. Существует. А, просто внутри иллюзия. Да, просто внутри иллюзия, но тогда получается, что гипотеза об иллюзии, у ней нулевой объяснительный потенциал, она ничего не объясняет. Да, вы можете просто... А мне, кстати, говорили, что Кузнецов антисиентист, блядь. Какой нахуй объяснительный потенциал, что это за хуета, блядь, научная? Какой, блядь, нулевой объяснительный потенциал, абсолютный объяснительный потенциал у неё? Всё объясняет, вообще, блядь, всё объясняет. Вообще без отключения, и вообще всё, блядь, объясняет. Охуенная теория, лучшая из лучших, блядь. Только разъёбывает обоссанных тупых сиентистов эта теория, если она верна, конечно. Принимать, но она ничего не объясняет. Ну, тогда не надо брать её в расчёт, вот и всё. Почему не надо брать её в расчёт? То есть, вы все обсираетесь, да, если вы... Ну, то есть, если у нас иллюзия, и вы исследуете мир как естественный с точки зрения теории эволюции и так далее, вы можете в радикальной степени обосраться уже на самых базовых непосредственно критериях. Ну, то есть, вот буквально, вы говорите, миллиарды лет развивалась на Земле жизнь. А по факту иллюзия. И жизнь развивалась не миллиарды лет, а там сто лет последние, допустим, в кавычках. И то, в кавычках развивалась. Разница есть какая-то? Ну, есть. То есть, по крайней мере, мы имеем... Да, я, кстати, замечу, Лол Кузнецов же вполне каноничный сиентист, кто говорил, что антисиентист. Лемон Васил, Васил говорил, что он антисиентист. Это к вопросу об аналитических, в кавычках, антисиентистах. Ну, как я вам уже и... В иллюзии ничего не изменится, как же естественная установка? Ну, да, законы природы. Какие, блядь, законы природы? У нас программа здесь написана. Ну, все другое, абсолютно все другое. То есть, ну, да, наблюдаемый опыт тот же. Практики, которые мы выводим, вполне так себе те же, возможно, да, из этого. Но само содержание теории, само отношение к ней, разные термины типа естественные, неестественные, все меняется. Ну, какой нахуй естественный отбор, например, может быть? Какая эволюция, как естественный процесс, если у нас симуляция? Если у нас Бог мир создал и формировал эволюцию, тогда эволюция это неестественный процесс. Если какой-то программист все это создал, запрограммировал, это тоже тогда неестественный процесс. У нас все представления меняются. Абсолютно все представления меняются. Вся структура, всех моделей, она будет изменяться. И содержательные ее аспекты будут меняться. То есть, то, что сейчас Крылов говорит, это тотальный идиотизм, на мой взгляд. Ну, обычный саентический идиотизм, конечно, но тотальный идиотизм. И когда Васил говорил, что Кузнецов антисоентист, блядь, я вам заранее сказал, что, скорее всего, он какой-нибудь там умеренный совсем уж, там, знаете, в духе там он критикует некоторые положения в науке, но думает, что, скорее всего, именно наука должна их открыть рано или поздно, и, скорее всего, пользуется методологией, похожей на научную. Он пользуется, да. Настолько бы она кретинической, дебилистической не была, да, действительно. Поэтому, действительно, серьёзные, а-ля серьёзные учёные, во-первых, с недоверием, довольно оправданно смотрят на тех... Учёные, серьёзные, как вы относитесь? Оправданно, неоправданно? Только вы интересует проблема сознания, потому что... Ну, окей, здесь я соглашусь скорее. Но, опять же, тут проблема будет заключаться в том, что те люди, которых он перечислил, они, как минимум, не учёные, да, эмпирические учёные и неучёные. Приветствую, приветствую, два штриха. Рад видеть. И в этом основной парадокс. Ну, бывает. В общем-то, и в этом основной парадокс заключается, да, то, что у них потому и техническое... Определял технический подход к деятельности своей, потому что они не обладают научной методологией, как таковой, в чистом виде. То есть, они пользуются скорее той методологией, которая профилирует настоящее научное, так в кавычках, знание, да, по получению разных теорий и, собственно, по анализу этих теорий и по их фальсифицируемости и так далее, так далее, так далее. И в этом основной парадокс заключается. То есть, если мы вообще задаёмся в каком-то смысле теоретическими вопросами, так или иначе связанными с внутренним миром тех или иных живых существ, то есть с нейро в кавычках наукой как таковой, да, настоящими теоретиками, ну, в конечном итоге, на самом деле, окажутся философы сознания. Вот как ни странно. Вот скорее они теоретики, которые, они сиентисты, они теоретики, которые рассматривают ряд естественных гипотез о сознании чаще всего. Вот. А сами люди, которые в нейронауках работают, они на самом деле занимаются не вполне тем, что мы обычно привыкли называть наукой, но в таком вот классическом её понимании. Это явно не то классическое понимание, которое было у Поппера, это явно не то понимание, которое было вообще практически у многих, в общем-то, философов науки. Для них наука – это эмпирический опыт. Любой, по сути, оказывается, да, ну, может быть, определённым образом организованный эмпирический опыт. И в этом плане их представления, они в целом загнаны вот в эту их собственную методологию, как и мировоззрение, ну, настоящих учёных-теоретиков. Вот. Многими из которых, на самом деле, являются всякие аналитические шизы, ну, вот так вот. И одним из этих аналитических шизов является кузнецов. Ну, вот как-то я мило говорю, да, не оскорбляющее слово «шизы», но вот как-то вот. Оказывается, у нас здесь есть какая-то иерархия теории, и вот есть высшие теории, у которых в кавычках много аргументов, да, а есть теории, у которых аргументов типа нет, при том мы можем эту теорию, у которой в кавычках много аргументов, противопоставлять всему безграничному множеству альтернативных теорий, даже не рассматривая какие-то аргументы. Не согласен с тем, что теория сознания не представляет никакого интереса для философии. Я не говорил этого вообще-то. Александр, а где я это хоть что-то подобное сказал? Я просто говорю, что люди, которые занимаются аналитической философией, да, вот, проблемой сознания прежде всего, они выполняют функцию ученых в данной области, то есть они как раз на базе имеющихся фактов создают какие-то теории, теории, являющиеся желательно фальсифицируемыми, потому что, видите, Кузнецов, он отрицает нефальсифицируемые теории сразу же. Ой, но эта теория нефальсифицируемая, значит, она хуйня, да, как бы. А вот у нас есть фальсифицируемая теория сознания, которую я вам предложил, и вот она несколько фальсификаций прошла. То есть чувствует ли мышь боль? Чувствует вроде бы, кажется, у неё есть поведение болевое. Там есть ли у неё ощущения? Ну, наверное, тоже похоже на то, что есть. То есть там он пытается отфальсифицировать, получается, как-то так, некоторыми опытными вещами. То есть в этом плане он оказывается вполне так себе полноценным сиентистом, учёным в рамках данной темы, а именно учёным-теоретикам, что важно заметить. И учёные-теоретики, они приблизительно вот этим и занимаются, по сути. Вот почти так же, как это делает Кузнецов, ну и как многие другие философы сознания. Ну просто они не до конца сейчас признаны. У нас есть нейроучёные, которые там в мозгу роются, ещё какую-то хуйню разную делают. Ну, практикой занимаются, на самом деле, практикой и набором эмпирического опыта. А с теориями у них в среднем похуже. Ну, по крайней мере, насколько я знаком с данной темой и насколько я видел там учёных, у них плохо с теориями. Они не умеют ставить научные теории, им не нравится ставить научные теории. Вот такая вот проблема. Эта штука называется наукой, но, собственно, методологией и науки там пахнет очень отдалённо, там немножко по-другому. Это тоже важная вещь и очень важная для таких людей, которые потом будут составлять теории. Безусловно, это нужно как-то какой-то багаж накапливать. Вот Декарт, вот картезианский – это от Декарта, именно Декарт. Проблема сознания тела во многом начинается с него. Не буду сейчас, наверное, если будет интересно, почему так и так далее, почему её не было до этого, хотя многие уверены, что и йоги об этом думали, и древнегреки об этом думали. Это наши разборки нам не очень интересно. Да-да-да. Ну, многим людям интересно, потому что, когда ты что-то говоришь про сознание, они говорят, а вот йоги, а вот буддисты, а вот это. И очень сложно объяснить, что вообще у них такой проблемы не было и до сих пор нету. Ну, во многом нету. Ну, ладно, это действительно может быть внутренней разборки, но так или иначе, мы думаем, что сознание – это какая-то штуковина, на обыденном уровне. Это какая-то сущность, да? Не, вообще я с ним, наверное, соглашусь, что у тех же йогинов, там, буддистов, скорее, и не было проблемы сознания, дефис тела, когда речь идёт о теле, вообще, в принципе, когда речь идёт о буддизме каком-нибудь или каком-нибудь индуизме, там очень много чистейшей феноменологии. Там проблемы тела отступают на какой-то десятый вообще совершенно план. В этом плане взаимодействие мозга и хуйозга там, и сознание – это всё настолько бессмысленные вопросы. Вот представьте, вы живёте в окружении феноменологического чистого опыта. Ваш психо-физический опыт – это всё, что у вас есть. И в большинстве теорий индийских всё вокруг иллюзия, по сути. Майя, там, я не знаю, в Йогачаре мир тоже иллюзорен, там много миров иллюзорных. И так далее, так далее, так далее. Ну и вот. У вас, соответственно, у вас тела, по сути-то, и нет, на самом деле. Нету объективно существующего тела, из которого реально что-то можно вывести. Более того, это вы даже не пытались особо делать. Основа медитации. Вы работаете со своим внутренним опытом. Это ваша основная задача, как Йогина. Вы медитируете и вы зарабатываете свой собственный опыт. Каким же образом сиентизм применим к сознанию, выходящему за рамки физического? Но он же не сказал, что это метафизическое. Ну, вообще, Вячеслав, да, почти любой аргумент кринжовый, ну, это да. Но здесь прям вообще очень кринжовое. Но тут я замечу, что выходящему за рамки физического имеется в виду... Я, кстати, не знаю даже, как это сформулировать, потому что, ну, например, когда мы касаемся какого-нибудь Чалмерса, того же, ну, у Дэна там всё понятно, у Дэна там всё это физическое скорее, да? Когда мы касаемся Чалмерса, он просто выводит отдельную естественную величину тоже. Как физическую, не физическую, но естественную. Ещё одну естественную силу – сознание. То есть, у нас есть естественные законы, там у нас есть разные четыре взаимодействия, всё это нормально. Ещё сознание есть параллельно, вводится, и оно естественное, по сути. Как я понимаю Чалмерса, я его давно не читал тоже, но я его понимаю приблизительно так. У него своеобразный такой дуализм получается здесь. Это тоже вполне так себе научная саентическая хуйня, если так подумать. Абсолютно научная, абсолютно саентическая хуйня. С допущением отдельной способности, там, не знаю, отдельной силы, отдельной такой сущности, как сознание. И всё. Вот-вот он и весь саентизм. То есть, речь не идёт о метафизическом, речь идёт прежде всего о физическом. Более того, да, я в целом также вижу, что огромное количество людей, они как бы иногда пытаются саентическую методологию в религию перетянуть. Так что есть аналитические саентисты всякие, религиозные, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, среди религиозных людей, большинство интеллектуалов, они тоже откровенные саентисты. А что философы думают про искусственный интеллект? Какие, блядь, философы? Какое отношение он к философам имеет? Это просто офисные работники. Офисные работники вузов, которые занимаются абстрактными проблемами и просто разговаривают, по большей части, ни о чём. Ну, как-то так. Есть интересные заходы, есть интересные у них наблюдения, но в среднем всё это, как бы, довольно немощно. Я бы вот так вот это выразил. Немощная офисная работёнка довольно поверхностного, в общем-то, склада, так скажем. Довольно малоинтересная, на самом деле. Интересная только для своих, там, для учеников-учеников, там, вот этих вот всяких, два раза до 100 ученики, которые там друг у друга учатся, вот этот дискурс воспринимают. Ну, а так-то куда? Вот кому это действительно, кому это действительно трогает? Они же даже так всё разбирают, что от ваших, от изменения вашей концепции у вас практики жизненные даже не меняются в основном. То есть, это буквально спекулятивная деятельность, которая базируется исключительно на языке, в кавычках, аргументах, которые, на самом деле, единственное свойство имеют быть признанными другими людьми. Если аргумент признан, ну, он составлен, конечно, по форме, да, важное, самый важный его критерий быть составленным по правильной форме. А с другой стороны, ну, просто болтовня, да, обычная офисная, бумажная, формальная хуйня, бюрократия, короче, интеллектуальная бюрократия. У нас давным-давно была такая проблема, атомная бомба, научное открытие, и у нас было представление, что вот учёный, он делает свою штуку, и вот он делает всё, что хочет. А то, что там затем происходит, это плохие политики. Да, кстати, недавно об этом писал. И это, кстати, довольно кринжовая штука, потому что, опять же, к вопросам, с того, с чего мы начали, да, с Кузнецовым. Мы же начали, на самом деле, с того, что многие люди допускают радикальные внутренние противоречия. Ну, то есть, когда кто-то религию с точки зрения политики использует, да, это нет, это религия виновата. Для большинства сайентистов, там, любителей науки и атеистов, это виновата явно религия, религия хуйни наделала, явно же, да, раз её используют политики. А вот ядерные бомбы, вот которые учёные создали, не, учёные не виноваты, это политики как бы здесь, уже здесь виноваты политики. Хотя никто, например, не мог предвидеть, что учение бородатого мужика, который по воде ходил и там любовь и доброту везде пытался разносить, будет использовано для воин. Ну, вот неочевидная идея, не самая очевидная, которая могла бы произойти. А вот идея, согласно которой, ёбаная, блядь, бомба будет использована по назначению, будут убивать людей, по-моему, самая очевидная из возможных. То есть, вы изобретаете оружие. В одном случае христиане, они должны нести, видимо, какую-то моральную ответственность за то, что религия используется для воин. А вот непосредственно люди, которые ядерные бомбы создавали, они не-не-не-не-не-не-не, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу, никакой ответственности не несут.